Ты говоришь, Северный Кавказ объединишь, но Дагестан не захочет, Ингушетия также будет против, они не простят за земли, которые отошли из Чечни, не мечтай. Я и не говорю, чтобы мы в какое-то единое унитарное государство объединялись. Друзья, мы наученные этим последним опытом, как раз таки понимаем прекрасно, что ничего на сильный мил не будешь, никому ничего навязывать мы не хотим. Томсо, ты как-то в одном из эфиров сказал, что для свободной Ичкерии подошло бы политическое устройство государства по типу Исламской республики Иран. Я правильно все понял, можно развить тему глубже. Нет, я говорил, что у них сама модель, она неплохая. Если бы, допустим, эту модель реализовать в любом мусульманском сунитском государстве, это хорошая модель. Когда есть некая Шура, высший орган, у этой Шуры есть некий свой председатель, просто надо уйти от этих титулов, духовный лидер у них. Почему это там происходит? То есть они взяли модель хорошую, но ее испортили какими-то шиитскими своими убеждениями. Они взяли, допустим, Шуру, превратили в личный орган какого-то духовного лидера. Но если убрать вот эту вот всю шиитскую мишуру оттуда и посмотреть саму модель устройства, что есть Шура, высший политический совет, у этого совета есть некий свой председатель, избираемый этой Шурой из, допустим, 12 человек, я не знаю, 50, неважно. И уже остальные все ветви власти находятся под этим советом. То есть президент, избираемая должность всенародно, парламент, избираемый всенародно, судебная система, это все там утверждается парламентом, то есть все существует здесь. Но над всем этим есть некий орган высший, который является гарантом вот этого вот устройства, соблюдения этого всего. Сама модель, она неплохая, вот о чем я говорил. И эта модель мне лично гораздо ближе, то есть она мне гораздо более симпатичнее, чем модель королевской семьи, которая там всем управляет. Лично мне это не нравится, вот эта монархия, передавание должности там от этого престола, от отца к сыну, от брата к брату. Вот лично мне это более чуждо, чем модель, реализованная сегодня в Иране. Но я подчеркиваю, я не говорю про вот эти вот шиитские моменты, духовный лидер там и прочее. Это все мы от этого убираем. И допустим, вот этот вот их не орган, а структура скорее, да, это стражи исламской революции у них называется. Это тоже такой орган, ну, точнее, такое силовое ведомство, да, которое подчинено вот этому высшему совету. То есть это такая структура, которая гарантирует вот этому совету исполнение, то есть это такой силовой блок, с помощью которого они наблюдают, да, обеспечивают исполнение законности. В общем, может быть, это не значит, что вот эта вот система, она прям самая идеальная, но она, в любом случае, мне лично она нравится больше, чем любое проявление монархии. Не думаете, что между Россией и Турцией ситуация накаляется? Возможно, война? И с каким исходом? Нет, не думаю. Я думаю, не стоит вообще сейчас даже как-то говорить о каком-то накале между Турцией и Россией, когда есть очень серьезный накал между Украиной и Россией. Там есть сосредотачивание войск на границе, и это надо рассматривать не просто как возможная война Украины с Россией, а это как возможное противостояние НАТО с Россией. Поэтому пока идет там вот эта вот заварушка, не думаю, что стоит вообще как-то обращать внимание на российско-турецкие взаимоотношения. Тем более, что они, несмотря на многие моменты, там какие-то, ну, допустим, открытие парка Джихара Дудаева, какие-то кадыровские выплески, несмотря на это, когда Эрдоган с Путиным говорит, мы видим такую дипломатию, политику, мы видим, что они, в принципе, на территории Сирии умудряются не входить, ну, как-то взаимодействовать, короче, разделили они эту Сирию и на зону влияния, да, и как-то там умудряются взаимодействовать. Так что противостояние Турции и России, даже если оно будет, оно будет там, в Сирии, подконтрольные какие-то группировки, они будут между собой долбиться, ну, разумеется, одними будут управлять, и помогать им будет Турция, другими управлять, помогать им будет Россия. Ну, это мое видение. Я не мастер давать, конечно, прогнозы, если завтра вдруг начнется война с Турцией, значит, Тумсо просто не видел этого. И Чечерия далеко не шариатом была, и далеко на нее не была похожа. Посмотри, послевоенные положения, там, в 96-м году, обычная светская страна, только без РФ, так сказать. Очень интересное заявление. В 96-м году мы освободились только... В октябре были подписаны, да, в сентябре, точнее, были подписаны Хасаюртовские соглашения, в конце сентября, по-моему. И войска были выведены только 31 декабря 96-го года. То есть, в какой период ты смотришь в 96-м году на Ичкерию и делаешь такие выводы? В период до сентября, когда у нас была российская оккупация, там была их власть, их дом правительства, Завгаев был у них там, их марионеткой, их наместником. Это время, или после сентября, когда мы только заключили соглашение, еще власть не установлена, никакие органы государственной власти еще не работают, ничего подобного нет. Идет вывод войск, обмен там военнопленными и так далее. Вот эти все моменты происходят. То есть, 96-й год, как можно вообще рассматривать? Но это же очень странно. Выборы у нас прошли в 97-м году, хотя бы, наверное, с 97-го года после выборов надо, наверное, смотреть. И если вы скажете, после вывода войск было ли это государство, государство мусульман, основанным, или, по крайней мере, стремящимся к полному соответствию исламским канонам? Да, было. Были ли в нем проблемы? Да, конечно, были. Но это было мусульманское государство. Там действовали суды в соответствии с тем, что было испослано от Аллаха. Даже государственные силовые структуры были переименованы в соответствии с мусульманской терминологией. Например, МВД было переименовано в МШГП, Министерство шариатской государственной безопасности, Исламский полк быстрого реагирования, там иные какие-то, там, шариатская гвардия, например. Ты говоришь, Северный Кавказ объединишь, но Дагестан не захочет, и Грушетия также будет против. Они не простят за земли, которые отошли в Чечне, не мечтай. Я и не говорю, чтобы мы в какое-то единое унитарное государство объединялись. Друзья, мы, наученные этим последним опытом, как раз таки понимаем прекрасно, что ничего, насильный мил не будешь, никому ничего навязывать мы не хотим. Поэтому сейчас мы говорим только о свободе для своего государства. Другие страны, государства, народы Северного Кавказа, они сами должны к этому прийти, захотеть этого. Если они этого хотят, то мы чем можем, должны им помочь. Они отделяются. И дальше, если они хотят быть с нами одним государством, милости просим, никаких проблем. Если же они хотят быть отдельным, но чтобы мы при этом были в едином союзе, вообще никаких проблем. Давайте сделаем так. Это, наверное, будет более для нас сегодня приемлемо. Но мы должны с вами понимать, что наше будущее и наше настоящее, да и прошлое, оно у нас общее. И мы обречены жить рядом друг с другом. Мы должны освободиться. Мы должны вот эти все вопросы, там земельные и прочие какие-то у нас есть, конфликты. Эти все вопросы мы должны решить. Создать комиссии, куда уйдут со всех сторон, там, университетные люди. И путем переговоров порешать эти вопросы. Если они уж в конце до концов так важны, они никак не решаются, да просто мораторий наложить на это. Все. Мы вообще об этом не говорим, так как между нами нет никаких границ. Мы все в единой границе. Мы не намерены с вами расходиться. Мы всегда будем вместе, будем братьями. Давайте просто забудем об этих проблемах. И все. Когда вопрос станет вот так, и на одной чаше весов будет висеть, будет лежать вот этот вопрос Единого Кавказа, как Союза независимых государств, или в другом виде, давайте будем говорить о Союзе Кавказских государств, независимых, вот будет лежать на этой чаше весов вот этот вопрос, и на второй чаше весов лежать будет вопрос каких-то земельных территориальных конфликтов наших внутренних. И будет зависеть, либо мы выбираем вот это и закрываем глаза на какие-то территориальные претензии, прощаем, хоть мы и считаем, что мы вот сами здесь поступили несправедливо, мы правы, но ради вот этого мы это прощаем, либо мы ради этого, чтобы вот с этой землей, куском земли вопрос решить, мы вот это вот опрекаем, все, не нужен нам этот Союз. Вот когда вот так вопрос станет, я думаю, что здравомыслящие, а большинство будет здравомыслящих людей, я думаю, они поймут, что вот этот вопрос земельный не стоит того, чтобы мы ставили под вопрос наше единство, наше Союз. Мы сделаем выбор в пользу этого. Так же, как сделали вот эти европейские страны. Вы знаете, сколько здесь было этих территориальных, претензий. Но они вот так положили это на чаши весов и сделали выбор в пользу единого Союза. Мы сделаем, иншалла, то же самое. Союз. 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 Союз.